От Ульяновска до Кургана. В областном правительстве обсудили развитие креативных индустрий. Компании, которые получают прибыли от реализации творческих идей. Представить свои проекты приехали гости с разных уголков России. Мода, дизайн, медиа, музыка, ремесло. Креативное мышление отразилось на каждой сфере деятельности. Приволжский федеральный округ на совещании представил победитель всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий арт-тим Илья Валов. Арт-лаборатория, перформанс-шоу, современное искусство. Все эти элементы Илья отразил в своем проекте «Атмосфера». По задумке автора в 2021 году «Атмосфера» будет реализована в формате фестиваля. Каждый год фестиваль будет задавать некую тематику. Например, в 2021 году мы можем выбрать как искусство, искусство танца. И через разные формы выразительности будем рассказывать о танце для всех посетителей. Также туда включаются фестиваль, входят воркшопы, мастер-классы от экспертов, всевозможные интенсивы, выставка современного искусства. Ну и как финальное шоу, перформанс-шоу, которое будет в течение двух часов. Цифровая грамотность для всей семьи. Проект Дениса Родичева «Цифровой патруль» – это две самостоятельные настольные игры для детей и их родителей. Цель проекта – помочь людям освоить азы и этики общения в сети. Полностью погрузиться в игровой процесс поможет дополненная реальность. Простые карточки, простые задания, но также у нас добавлено и использование цифровых устройств, телефонов. Потому что на карточках есть QR-код, который дает возможность получить подсказку, либо узнать правильный ответ. И также для большего интереса мы в игру занесли дополненную реальность, с помощью которой игроки смогут узнать о персонажей, которые добавлены в нашу игру. Креативная индустрия в России – приоритетное направление в рамках реализации указа президента о национальных целях развития Российской Федерации. Для обсуждения вопросов о развитии креативных проектов существует ряд площадок. К примеру, в этом году прошел первый всероссийский конкурс в сфере креативных индустрий «Артим». Проект состоял из двух частей. Первой из которых стало социологическое исследование, направленное на выявление проблем, мешающих развитию креативных индустрий. «Ответило более 7 тысяч участников. И, кстати, очень хорошо Ульяновск в этом смысле выступил, потому что порядка 150 респондентов было из вашего региона. Таким образом мы получили приблизительную хотя бы картину, что в регионах и вообще на территории нашей страны считается проблемами для креативных индустрий. Как люди видят решение этих проблем, какие индустрии самые интересные, кто активно в этом направлении работает». Творческий конкурс пришелся на второй этап проекта. Вклад креативных индустрий в валовый внутренний продукт России составляет около 3%. С каждым годом коэффициент повышается. Поэтому в регионах стараются поддержать креативные идеи горожан. Александра Никитина, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ.